Всем привет, дорогие друзья! Очень рад сегодня побыть с вами и пообщаться на тему, которая многих может интересует. Это метаболизм, жировой метаболизм, это правила сжигания жира и ассоциации, связанные с этим. Естественно, если бы это не была тема актуальная, то, наверное, не было бы вообще вопроса периода подготовки к лету, к пляжному сезону. Не было бы выражений тогда влезть в какую-то одежду, в любимые джинсы, платьичко какое-то или еще что-то. Это всего лишь говорит о том, что на самом деле тема актуальная и уже длительный период времени. И сегодня мы сможем обсудить немножечко биологии, анатомии, но не сильно. Много терминов я постараюсь использовать по-простому, так сказать, по-народному. И мы сможем, конечно же, пообщаться. Желающие смогут задать такие вопросы. И запись мы сможем сохранить, которую можно будет потом использовать, пересматривать. И те слайды, которые я вам с удовольствием покажу и немножечко прокомментирую, вы сможете потом использовать как наводящие для себя какие-то аспекты этой темы. Вы сможете прогуглить побольше об этом, разузнать, кому будет интересно. Почему? Потому что я уверен уже в том, что когда ты получаешь больше информации, тогда у тебя развеиваются определенные мифы. Ну, у тебя для себя самого. И это помогает в долгосрочной перспективе создать определенную картину в себе восприятия, составить определенный план для себя, который будет достаточно стабильным. И мнения экспертов, они будут вызывать интерес, а не замешательство. Потому что очень много всевозможных контр-маркетинговых созданных ходов, систем, в которых мы с вами сейчас находимся. Все мы живем в мире маркетинга. И для того, чтобы нам не испытывать стресса по этому поводу, желательно выбирать источники информации, учиться у практиков, людей, которые то, что они говорят, они это и практикуют, и являются, можно так сказать, сами результатом того, о чем они говорят. Это, конечно же, в идеале. Таких лидеров мнения нужно поискать, и можно их найти. Вот поэтому запись мы сохраним, и можно будет ее в дальнейшем использовать для более глубокого изучения. Давайте вопросики мы с вами все обсудим в завершении. Ну, не в завершении, а во второй части, можно так сказать. И если я смогу ответить на вопрос, я с удовольствием отвечу. Если нет, то тогда я обязуюсь изучить вопрос и ответить уже тогда в комментарии под этим видео. Это, естественно, меня всегда мотивирует изучать тему глубже. Почему? Потому что это бесконечная история. Назовем тему вообще медицины, метаболизма, все, что касается нашего с вами тела. Это бесконечная история. Почему? Потому что новые технологии позволяют все глубже и глубже изучить тему. Но я постараюсь делиться своим опытом и опытом своих клиентов, пациентов, которые уже смогли пройти этот путь. Лично мой результат трансформации тела – это со 130 килограммов до 80, то есть это порядка 50 килограммов. Боди-трансформации, можно сказать, я стал стройнее, и это без технологии подсчета калорий, голодовок и, ну, таких, скажем так, жестких диет, назовем это так. Самый лучший результат моего студента, назовем это так, это со 180 килограмм до 100 килограмм. Это 80 килограммов. И здесь, конечно же, мы использовали различные методики, потому что человеку необходимо было срочно избавляться от этих килограммов, просто потому что это уже представляло угрозу для его здоровья, можно так сказать, даже и жизни, может быть. Скорее всего, почему? Потому что есть очень много сопутствующих факторов к метаболическому синдрому, который сейчас очень активно развивается. Вы слышали, может быть, если нет, то можете загуглить, что это значит. Ну, это всевозможные заболевания, которые связаны с состоянием, которые связаны с избыточным весом, ожирением и изменениями в метаболизме человека вследствие таких вот подобных нарушений. Вот. И почему мы использовали различные методы? Потому что необходимо было создать условия, в которых как можно быстрее нормализуется давление в сердечно-сосудистой системе, в сосудах, как можно быстрее нормализуется сахар, холестерин и, конечно же, создание привычек, которые потом будут помогать человеку, ну, скажем так, на длительный период времени сохранять то состояние, в которое они пришли, например, там постранили на 10, 20, на 30 килограммов. Создание привычек это все-таки более длительный такой рутинный процесс, но он приносит удовольствие тогда, когда ты понимаешь причинно-следственные связи, когда ты интересуешься тем, что ты делаешь и выйдешь в выгоду, в выгоду, вследствие которой ты начинаешь получать больше удовольствия, а это две мотивационные силы, которые нам помогают двигаться к поставленным целям. Вот, и скажу, кстати, к слову, что у меня есть опыт в спортивной карьере, можно так сказать, в ходе трансформации в различную сторону, сбросить вес по-быстричку или набрать вес по-быстричку. Почему? Потому что были и соревновательные периоды в моей жизни, и там, естественно, речь идет больше не о здоровье, скорее всего, а о получении результата. И когда я проходил вот этот пульс со 130 до 80, это уже был осознанный такой подход инвесторов в свое собственное здоровье. То есть меня больше интересовала не будет трансформация, на сколько килограмм у меня получится сбросить вес, то есть сколько жира получится спалить. У меня была скорее цель организовать определенную систему для себя привычек, которые помогут улучшить состояние здоровья, и при этом организм самостоятельно избавиться от тех лишних килограммов, которые ему в принципе-то и не нужны. С удовольствием сейчас перейду к презентации своего экрана, чтобы пробежаться по слайдам, которые я прокомментирую, и потом мы перейдем к теме ваших вопросов. А я попрошу сейчас, как я перейду к демонстрации экрана, сказать, чтобы вы сказали мне, получается ли видеть мой экран сейчас. Да, видно. Подскажите. Видно. Чудесно. Замечательно. Смотрите, давайте сразу заглянем внутрь, как это выглядит снаружи. вы прекрасно понимаете. Не нужно рассказывать о том, как выглядит какой жир. Давайте посмотрим немножечко в структуру, и нам станет понятно, почему метаболизм отличается у этих клеток, и как это отражается на нас с вами. Мы знаем о том, что жировые клетки очень важные клетки в нашем теле. Без них мы бы просто не смогли выживать и адаптироваться к окружающей среде. Ну, естественно, я сейчас имею в виду экстремальные условия, из которых мы с вами пришли в современный мир. Многие люди сейчас до сих пор используют клетки жира на 100% по назначению, то есть они, например, сжигая по 10 тысяч калорий в сутки, стараются сохранить определенный гомеостаз, температуру в своем теле, потому что для них жировая ткань, выполняющая функцию, одна из функций, это энергообеспечение для обогрева, она является жизненеобходимой. Конечно же, я говорю сейчас о людях, которые живут в пониженных температурах, то есть это минусовая температура практически круглый год, и этим людям необходимо огромное количество калорий для того, чтобы обогревать свое собственное тело. Это эскимосы, это чукчи, это люди, которые живут, например, без обогрева, если у кого-то не работает обогрев, батареи, например, всю зиму без теплых батарей, то, конечно же, тоже функция жировая у вас подключается, но если у вас дома есть батареи, либо же другое какое-то обогревающее устройство, и температура у вас может поддерживаться в квартире, то, естественно, для вас функция жировой ткани уже не представляется такой, скажем так, обогрева. Функция жировой ткани как обогрев, она уже не является такой необходимой. То есть эту функцию мы можем сразу убрать, можно не переживать за то, что вы там замерзнете из-за того, что у вас маленькая жировая прослойка. То есть накапливать жировую ткань для того, чтобы обогревать себя, нужно только, если вы живете в условиях чукчи, в чуме, например. Это немножечко с юмором. Очень важно понимать о том, что жировая ткань – это важная ткань, и с ней не надо бороться. Ее всего лишь нужно правильно оберегать и правильно кормить, обеспечивать ее определенными макро-микроэлементами, обеспечивать ее необходимыми инфриентами, жидкостями и создавать для нее соответствующий метаболизм, ну и гормональный фон. Вот об этом мы поговорим с вами. На этом слайде вы видите белый жир и бурый жир. Чем они отличаются? Вы видите уже немножечко по надписям, что есть там гитахондрии, это органеллы, это такие маленькие устройства по производству энергии, которые обеспечивают определенный гомеостаз в клетке, то есть либо повышенный метаболизм, либо пониженный метаболизм. Вот в клетке бурого жира повышенный метаболизм, более ускоренные процессы обмена, более активные процессы обмена и клетка бурого жира она находится в состоянии такой как бы накопительном процессе, то есть она активна, она производит определенные типы гормонов, один из них это гормон лептин, мы слышали уже наверное о нем, если нет, можно его погуглить и такая клетка может быть адекватной, ну назовем это адекватное поведение, адекватный метаболизм в нашем с вами теле и по идее бурый жир он стремится к тому, чтобы обеспечить необходимый метаболизм и запас энергии, запас жировой ткани, именно липидов и запас жидкостей в том числе, потому что жировая ткань, она кроме липидов, жиров, она еще может накапливать в себе жидкости и это на тот случае, если у человека недостаточно жидкостей и жировая ткань может быть использована как депо жидкостей и естественно, если человек не допивает регулярно жидкостей, не допивает воды, то как бы процесс трансформации жировой клетки из белого, например, в бурый представляется достаточно сложным, такому человеку сложно потерять, сбросить лишний килограмм. Клетка белого жира, вы видите, в ней огромное количество липидов, то есть жиров, намного меньше митохондрий и такая клетка склонна к более медленному метаболизму и исследования показывают о том, что длительное пребывание липидов, то есть длительное пребывание адепоцитов с липидами внутри, которые не расходуются, то есть клетка не пребывает в постоянной трансформации, адепоцит, вот жировая клетка, она должна трансформироваться из бурого, белый из белого, бурый из бурого, белый из белого в бурый и так должно происходить постоянно в человеческом организме для того, чтобы поддерживать нормальный гомеостаз, вот это состояние жирового обмена. Длительное нахождение липидов в адепоците в жировой клетке приводит к мутациям в самой жировой клетке. То есть клетка, мы знаем, что жировая клетка, так устроена наша гистология тканей жировых, что она может увеличиваться до неограниченных размеров. Ну и мы знаем много историй, когда люди бьют мировые рекорды уже, просто набирая вес, там, весят по полтонны и больше, и даже если человеку откачивают жир с помощью липосакции и уменьшают количество жировых клеток или деформируют их, то это не гарантирует тому, что человек потом не наберет вес. Вот, и поэтому липосакция никогда не приводила к долгосрочному результату, она скорее приводила к нарушению метаболизма и разрушению тканей, не только жировых, но и, например, околожировых тканей. Знаем, что возле жировой ткани собирается очень много лимфатической ткани, которая обеспечивает дренаж. Одна из причин, почему так происходит, потому что жировые клетки в том числе еще и являются дефом токсинов. То есть, если организм не может по каким-то причинам детоксицироваться, то есть вывести токсины в процессе жизнедеятельности, он их закрывает ткань, которая меньше всего метаболизирует, то есть имеется в виду медленнее всего метаболизирует. И такой клеткой для токсинов является жировая ткань. То есть, таким образом организм может обезвреживать токсины с надеждой на то, что метаболизм жировой будет нормальный. То есть, мы сейчас организм рассуждает, мы сейчас в белый жир запрем этот токсин, который мы не успели вывести сегодня, и мы его выведем завтра или послезавтра. Но уж точно организм не планирует держать эти токсины годами. Исследования показывают, что метаболизм жировой у современного населения настолько низкий, что уровень избыточного веса, постоянно растущий и определенные привычки приводят к тому, что у людей клетки белого жира годами находятся в неизмененном состоянии, приводя к мутациям, начиная производить гормоны, которые не приводят к улучшению метаболизма, а стимулируют образование дополнительных жировых депо. Еще такой жир называют хитрым жиром. Белый жир, он уже потом становится хитрым, он начинает синтезировать проэстрогеновые гормоны, которые стимулируют набор дополнительного веса, вызывают дополнительные метаболические изменения, естественно, в сторону увеличения индекса массы тела, то есть еще дополнительного избыточного веса. И вот так это выглядит в гистологическом плане, то есть это вот картиночка такая нарисованная, а это вот как это выглядит под микроскопом, в гистологическом плане, вот серый бурый жир, вы видите, это такие вот небольшого, ну, меньшего размера молекулы, в отличие от того изображения, которое слева. Это белый жир, вы видите, что источенные стеночки, и, естественно, намного больший размер этих молекул, и кое-где даже мембраны разрушены. Как это выглядит еще схематически на картинке, вы видите, вот с левой стороны картинка с изображением человека, у которого больше белых жировых молекул, а с правой стороны, у которого больше бурых жировых молекул. И как бы мы можем в обе эти стороны двигаться. Если мы говорим о нормальном метаболизме, то это несколько килограммов плюс-минус, и это является нормой, потому что мы знаем, что иногда мы можем жировые депо могут накопить больше жидкости про запас, может быть, какой-то стрессовые ситуации также могут приводить к накоплению. жировой ткани, потому что хронический стресс, то есть повышенный уровень кортизола автоматически приводит организм в состояние тревоги. И что может делать организм? Первое для выживания в состоянии тревоги это, а вдруг завтра непонятно, что произойдет, и нам нужно будет кормить себя как-то. То есть он сразу каотически начинает накапливать энергию, накапливать жировые клетки. на данном слайдике вы видите упрощенную схему, каким образом трансформируются клетки белого жира в клетки бурого жира. Это через теплообмен. И, конечно же, многие используют эту технологию для чего? Для того, чтобы привести себя в норму. Но мы знаем о том, что также система жирового обмена устроена таким образом в нашем теле, что организм, имея жировые депо, не стремится сразу отдать жиры. Сначала организм будет использовать гликоген, запасы гликогена, глюкозу. Одновременно с этим постепенно он начнет подключать жировые депо. Почему? Потому что это НЗ. То есть это запас на какой-то чрезвычайный случай. То есть когда у человека длительный период времени недостает жидкости, недостает энергии, и организм тогда начинает потихонечку выдавать из жировых депо свои запасики. То есть это говорит о том, что одна из основных рекомендаций это использование подобной процедуры, если вы решили, например, стать на путь в воде трансформации, вам интересно трансформировать клетки белого жира в бурый. Еще раз хочу сделать акцент. Мы не боремся, не убираем жир. Это название такое, сжигаем жир, потому что это маркетинговое название презентации, но я хочу еще раз сделать акцент на том, что мы не воюем с нашим жиром, мы помогаем ему трансформироваться, потому что это то, чего он хочет. То есть он постоянно находится в состоянии адаптации к окружающей среде, и мы будем диктовать ему эти условия. То есть мы помогаем трансформироваться нашим клеточкам, не воюем с ними, не ненавидим слой жир. Глядя в зеркало, вы можете поблагодарить свой жир, что он у вас есть, что он помогает вам жить, адаптироваться к окружающей среде. Вы просто можете сказать, что вот дорогой мой жирочек, давай сейчас мы поработаем над тем, чтобы ты стал больше сереньким, чем беленьким. То есть был зайка беленький, стал зайка серенький. И это приведет наши мысли, как бы паттерны в порядок. Мы перестанем испытывать агрессию, ненависть и быть недовольными собой, впадать в депрессию, в агрессию, глядя на себя в зеркало, понимая, что нам всего лишь нужно создать условия, даже при нарушении метаболических всевозможных гормональных изменениях, мы можем при долгосрочном планомерном выполнении определенных ритуалов и привычек мы можем трансформировать весь белый жив, ну как бы большую его часть в бурый. Давайте будем ехать дальше. Самый простой и дешевый способ для того, чтобы создать такую базу, это одно из основных правил, это, конечно же, большее количество кислорода и большее количество жидкости. Нужно еще понимать, что в помещении, в котором много воздуха, не значит, что много кислорода. И очень важно позаботиться о том, чтобы было наличие кислорода. Если мы говорим о жидкостях, то не каждая жидкость будет улучшать жировой метаболизм и вообще метаболизм в целом. Некоторые жидкости замедляют метаболизм, жидкости, которые содержат в себе большое количество, например, ортофосфорной кислоты, сахаров. Это жидкости, которые могут наоборот приводить к тому, что организм будет не стремиться подключить метаболизм в жировых тканях, а он наоборот будет его закрывать, накапливать. Почему? Потому что например, ортофосфорная кислота, она препятствует усваиванию солей в кишечнике и препятствует усвоению жидкости в толстом кишечнике. Ну а когда мы говорим о сахарах, то здесь не нужно свободном сахаре, я имею в виду, то не нужно приводить много примеров. Мы знаем, что повышенный уровень сахара в крови приводит неизбежно к накоплению жировых отложений. Почему? Потому что печени замечательным образом будет происходить трансформация углеводов в жировые молекулы. Поэтому водичка желательно должна быть чистенькая. Конечно же максимум может быть просто чай, это могут быть какие-то низкокалорийные напитки, это могут быть низкокалорийные соки. Существует такой страх у многих людей перед фрешами о том, что якобы морковный яблочный фреш, если я буду пить, то в нем много сахаров и ай-яй-яй, это так вредно якобы. Но на самом-то деле можно смешивать соки и делать их, например, с низкогликемическим индексом, с низким уровнем сахаров. Смешать морковный сок, например, с сельдереевым соком, предположим. и таким образом вы можете снизить калорийность этого сока. Но важно также понимать, что не сам даже сахар настолько опасен. Опасно регулярное употребление малого количества пищевых волокон в рационе. То есть суммарно организм будет высчитывать количество съеденной клетчатки и сахаров в течение суток. И вы можете тогда не употребление сахаров, если вы употребляете много пищевых волокон и клетчатки. Касательно кислорода, то здесь естественно мы понимаем, почему прогулки на свежем воздухе, либо какая-то аэробная нагрузка, или даже просто дыхательная практика на регулярной основе она приводит к запусканию жирового обмена. И это объясняется тем, что люди, использующие дыхательную практику, они могут стройнеть. Или люди, которые на регулярной основе употребляют много жидкости, например, 40 миллилитров воды на килограмм веса. Ну, это если только о воде говорить. Сюда же можно посчитать и чаи, например, и соки. при регулярном употреблении жидкости, при регулярном употреблении достаточного количества кислорода, можно запустить жировой обмен и бодетрансформацию. Это одно из правил, скажем так, легко доступных. Понятное дело, чтобы выпить водички, нужно позаботиться о том, что она была в наличии, чистенькая, а вот подышать воздухом с кислородом намного проще. Давайте будем двигаться дальше. Вот на этом слайде вы видите объяснение, почему люди с недостаточным количеством кислорода испытывают усталость и они никогда не смогут запустить жировой метаболизм, то есть они не смогут трансформировать клетки белого жира в бурый. Обратите внимание, с кислородом из одной молекулы глюкозы вырабатывается 38 молекул АТФ. Из одной молекулы липида с помощью кислорода вырабатывается 158, если меня изменяет память, то есть в 5 раз больше молекул АТФ при кислородном, при аэробном гликолизе. А смотрите, что происходит, когда человек недополучает кислорода, если он в хронической гипоксии, если он не задействует легкие, не дышит глубоко, не использует аэробную нагрузку, дыхательную практику, если он не проветривает помещение, если он постоянно в состоянии стресса, у него спазмы, он не может нормально дышать. У такого человека, сколько бы он не употреблял глюкозы, он все равно будет испытывать усталость и в теле, и в голове. Почему? Потому что, смотрите, всего лишь две молекулы АТФ и около десяти, около две молекулы АТФ из глюкозы и около десяти молекул АТФ из жировой молекулы. Это крайне неэффективный способ выработки энергии. Поэтому зачастую людям, которые с хронической усталостью, может не хватать кислорода и может не хватать жидкости, очень важно позаботиться об этом. Давайте немножечко поговорим о гормонах. Вот здесь вы видите такую схемку выработки жировыми клетками лептина. Это один из гормонов, который позволяет нам чувствовать себя сытыми. У людей с большим количеством белого жира гормон лептин перестает вырабатываться. И клетки вот этого хитрого белого жира они начинают вырабатывать прогормоны, проэстрогены, которые наоборот стимулируют голод и ощущение, то есть это не совсем грелин, грелин это гормон голода, лептин это гормон якобы сытости. И такая жировая ткань она начинает вырабатывать гормоны, которые стимулируют набор еще дополнительный, то есть рост жировой ткани. И таким образом у людей может в течение нескольких лет поменяться метаболизм. Он может замедлиться и подобный организм будет постоянно испытывать чувство голода просто потому, что у него нарушена выработка лептина в собственном теле. И если говорить по-простому, вот весь наш контроль пищевого поведения, то есть когда мы с вами голодны, когда пустой у нас желудок, и когда у нас недостаточно лептина, то есть это баланс определенный, сюда же подключается инсулин, в нашем организме поддерживается вот этот контроль пищевого поведения. Это если мы говорим исключительно о физиологии. То есть предположим, у нас достаточно бурого жира и вырабатывается достаточно лептина. Мы не чувствуем приступов голода и обжорства, когда у нас в пищеварительном тракте достаточно пищевых волокон. Мы скушали много овощей, мы скушали продукты, которые содержат в себе клетчатку, белки и жиры, например, мы скушали орехи. Подобным образом мы можем простимулировать подавление выработки грелина. То есть, например, салат с орехами, с оливками, с авокадо, с семечками, подобного рода прием пищи, его можно употреблять перед основным приемом пищи. Вы любите есть не важно что, любите есть мясо, любите есть рыбу, любите есть бобы, не важно что вы любите кушать. Когда у вас в основе будет блюдо подобное, которое будет тормозить выработку грелина, то есть, очень быстро приводить на длительный период времени состояние ЖКТ в состояние сытости, то таким образом вы можете контролировать свое пищевое поведение. Ну, если бы все было так просто на самом деле, то мы бы просто кушали с вами салаты регулярно, кушали бы с вами орехи регулярно, и все было бы простым. и никаких бы не было проблем. Если бы к этому всему не подмешивалось еще психоэмоциональное состояние, то есть, назовем это психологический голод, то есть, когда мы испытываем различные эмоциональные состояния, в следствии которых мы чувствуем потребность в употреблении каких-то продуктов. И некоторые гормоны, они могут просто наталкивать нас на мысли о еде. Они просто могут нам говорить, давай, начинай кушать, тебе сейчас это нужно съесть. И давайте немножечко поговорим о тех гормонах. Ну, в двух словах мне бы еще хотелось сказать про инсулин. Мы знаем о том, что этот гормон, он позволяет транспортировать энергетические молекулы, то есть, молекулы глюкозы в клетки нашего с вами организма для того, чтобы клеточки могли воспроизводить энергию и выполнять свои функции. И мы знаем о том, что постоянное употребление пищи, если мы говорим о нормальном метаболизме, регулярное потребление пищи, они могут поддерживать уровень инсулина на достаточно высоком уровне. Ну, конечно же, еще зависит от того, какие продукты мы употребляем. Если это продукты, содержащие много сахаров, то, естественно, у нас будет и высокий уровень инсулина, и высокий уровень сахара. Если это будут продукты с низким содержанием, например, сахаров, но с большим содержанием жиров, то это также может поддерживать наш уровень инсулина на высоком уровне. Если это будет микс сахаров, клетчатки и жиров, то это будет поддерживать наш инсулин в норме. И, естественно, для тех людей, которым хотелось привести уровень инсулина в норму, им одна из рекомендаций это, конечно же, увеличение пищевых волокон в рационе. То есть, это клетчатка, это всевозможные овощи, это всевозможная зелень, это могут быть фрукты, сухофрукты, несмотря на то, что фрукты содержат сахара, они еще содержат, конечно же, и пищевые волокна. И не стоит бояться фруктов, а стоит делать акцент на том, чтобы употреблять больше количества пищевых волокон. И мы знаем о том, что некоторые продукты могут прямо стимулировать очень высокие скачки инсулина, а высокие скачки инсулина будут приводить наш организм к состоянию накопления жировых молекул, то есть, это всегда будет увеличение массы тела. Вот несколько гормончиков, которые очень, очень здорово помогают нам, ну, скажем так, почувствовать себя лучше, почувствовать себя хорошо, и они могут притуплять чувство голода, они могут контролировать уровень грелина. Это, конечно же, дофамин, серотонин, экситоцин и эндорфин тоже. Один из самых простых способов, например, поднять эндорфин, это съесть что-то вкусненькое, но так, как мы с вами уже понимаем, вкусненькое для нас, это, как правило, то, что будет стимулировать вкусовые рецепторы в полости рта. Могут быть продукты сладкие, могут быть продукты соленые, больше всего, конечно же, это сладкие продукты. И мы уже с вами, зная о том, что свободные сахара, это не так интересно, как сахара с клетчаткой, то, конечно же, лучше скушать банан, например, чем, например, конфеты. и когда мы с вами понимаем причинно-следственные связи, то мы уже тянемся, например, к каким-то супофруктам, которые содержат в себе и клетчатку, и сахара, могут повысить уровень эндорфина, но и при этом принесут нам пользу. следующее окситоцин, это, конечно же, гормон, который поддерживается в норме хорошими отношениями с окружающими, то есть это социальный гормон, стимулируется он именно хорошими отношениями с окружающими, здесь, конечно же, нужно поработать над тем, чтобы регулярно обниматься, говорить комплименты, думать позитивно, искать положительные качества в людях, в себе самом, то есть это вот такое положительное себе восприятие и мировосприятие, восприятие окружающих. Конечно же, надо этим тоже поработать, это очень выгодно, почему? Потому что окситоцин, вы понимаете, что он может привести нас к контролю голода, к контролю вот этого состояния припадков обжорства. Серотонин. Серотонин это гормон, который вырабатывается в нашем кишечнике, а именно в толстом кишечнике, бактериями кишечника. И его можно простимулировать, питая и размножая флору кишечника. Серотонин это промелатонин, то есть серотонин, он связан с мелатонином, и серотонин помогает нам днем испытывать чувство счастья, назовем это так, знаете, удовольствия, а ночью это, конечно же, мелатонин, который помогает улучшить сон, качество сна, и, конечно же, он улучшает метаболизм. То же самое делает серотонин, только днем. дофамин это гормон, над которым необходимо поработать в голове. Почему? Потому что дофамин это определенное состояние, в котором мы находимся каждый день, чего бы мы ни делали. То есть здесь насколько мы доброжелательны, умеем радоваться за успехи других людей, насколько мы благодарны за то, что у нас в жизни происходит, насколько мы вовлечены в ту работу, которую мы делаем, или есть ли у нас хобби, какие-то занятия, есть ли у нас страсть какая-то к жизни, занимаемся мы чем-либо, насколько мы вовлечены в семейную жизнь. И вот эти все вещи, они приводят уровень дофамина в норму и повышают его, поэтому это ментальная работа над собой, которая имеет смысл. Это также позволяет контролировать чувство голода. и вы сможете контролировать чувство обжорства. То есть вам не будет хотеться постоянно шоколада, побаловать себя чем-то вкусненьким, будет более хорошее самочувствие, меньше с полностью к депрессиям, и, естественно, это великолепный фундамент для того, чтобы сформировать замечательный метаболизм и жировой метаболизм как следствие. Контроль кортизола. Здесь, скорее всего, то есть это гормон, его называют гормоном стресса, кортизол. Но он очень выгодный нам для выживания. Почему? Потому что он поднижает полевые ощущения, он повышает уровень сахара, причем кортизол может повысить уровень энергии, то есть выработать глюкозу, то есть выработать АТФ, он помогает распиливать молекулы жира, глюкозы, мышц для того, чтобы транспортировать эту энергию в клетки, которые нуждаются во время стресса в энергию. В первую очередь это сердце, это мышцы, это головной мозг. И люди, которые постоянно находятся в состоянии стресса, у них всегда будет повышен уровень сахара в крови. Если при этом люди не занимаются физической активностью, то получается, что весь этот сахар, повышенный в крови, он потом куда перейдет? Естественно, в жировую ткань. И выгодный нам гормон кортизол превращается в какую-то обузу. Почему? Потому что постоянно повышенный уровень сахара, сердцебиение, такое притупленное состояние, когда мы даже не можем получать удовольствие от тех прикосновений, от обнимашек, знаете, когда мы становимся более, ну, менее социальными из-за хронического стрессового состояния. И, естественно, работа со стрессом, это, скорее всего, не убегать от него, а работать с ним. То есть после, в течение дня очень важно, особенно вечером, создавать для себя такой, ну, островок, скажем так, релакса. То есть это какая-то приятная музыка, это сделать немножечко более романтическим свет, это вести тот же дневник благодарности, например, и если использовать кортизол, то в основном для какой-то физической активности. также кортизол могут поднимать кофеиносодержащие продукты, поэтому с ними тоже нужно быть аккуратными, имеется в виду использовать их по назначению. То есть кортизол важный гормон, он нам необходим для выживания, для адаптации к окружающей среде, но слишком много кортизола приводит к дисбалансу гормонов, и кортизол это гормон, который, ну, так скажем, он opposite, то есть он контргормон, мелатонина, серотонина, и мы знаем, что при повышенном кортизоле снижается пищеварение белков и жиров, и увеличивается пищеварение глюкозы, то есть углеводов, поэтому при повышенном уровне кортизола всегда хочется больше сладкого. Это также один из способов нашего с вами организма адаптироваться к окружающей среде и просто иметь дело с более простой энергией, потому что при повышенном кортизоле пищеварение тормозится, и естественно переваривать жиры и белки слишком накладно, поэтому хочется больше глюкозки. Следующий слайдик о мелатонине это гормон, который будет нормализовать жировой обмен, белковый обмен, обмен углеводов, и мелатонин не будет вырабатываться у тех людей, которые ложатся спать ночь, то есть после 12, мы знаем о том, что идеальное время это с 10 до 2 часов ночи, но если вы ложитесь после 12 на каждодневной основе еще и при испытывании стресса в течение дня, то, конечно же, мелатонин все меньше и меньше будет вырабатываться, это будет говорить о том, что у вас будет понижен уровень серотонина, дофамина, окситоцина, эндорфинов, и будет высокий уровень картизола, адреналина, роддреналина, то есть это те гормоны, которые будут скорее мешать формированию нормального метаболизма, то есть нам необходимы повышенные уровни мелатонина в вечернее время сухо, и, естественно, для этого нам нужно создать определенные условия и сформировать себе вечернее время, вечерний будильник завести там за час до сна, например, и за этот час нам нужно сделать свет более романтическим, отключить гаджеты, попить чай успокаивающий какой-то, без кофеина, перед этим скушать салат, почему, потому что салат стимулирует выработку серотонина, серотонин будет стимулировать выработку мелатонина, и это взаимосвязанные процессы такие, вот, то есть подумать о чем-то хорошем, поблагодарить за сегодняшний день, ну, вот эти все такие ритуальчики и привычки, они уже, я думаю, многим знакомы, просто их нужно делать на регулярной основе, без мелатонина нормального жирового обмена не видать, то есть скорее будет стимулироваться набор жировой ткани. Следующий гормончик, это, естественно, эстроген, ну, здесь на картинке вы видите мальчика, ну, в смысле, мужчину, не девочка, но подобные процессы происходят и в организме женщины, то есть повышенный эстроген у мужчин, он не приводит, например, к повышению тестостерона, а повышенный эстроген у женщин, он может приводить к трансформации эстрогена в протестостерон, то есть это гормоны, которые будут приводить к определенным изменениям, например, там у женщин будет появляться шерсть, ну, в смысле, волосы, там, где они вообще по женскому типу не должны расти, точно так же может изменяться голос, может выпадать волосы тоже, то есть выпадать волосы в одном месте, например, на голове, а начинать расти, например, на других частях тела, на которых у женщин не должны расти волосы, ну, это вот такая побочная побочная такое действие от эстрогена у женщин, а у мужчин, естественно, это могут быть всевозможные проблемы, связанные с мужским здоровьем. У женщин повышенный уровень эстрогена может приводить к изменениям цикла менструального, тоже нарушению гормонного фона, это влечет за собой очень много последствий, и, естественно, контроль белого жира, который будет вырабатывать потом проэстрогеновый гормон и запускать вот этот порочный круг, имеет смысл, то есть имеет смысл поработать над своими белыми клетками белого жира, чтобы они стали побыстрее бурыми, ну или, по крайней мере, приблизить к балансу в своем теле, постепенно настроиться на такой марафонский процесс. Вот, и продукты, конечно же, которые содержат в себе эстроген, также желательно уменьшить, почему? Потому что употребление эстрогенов животных, они будут стимулировать, естественно, подобные патогенные процессы, а вот употребление фитоэстрогенов, которые находятся в растениях, они наоборот интересным образом клинически доказаны, что они приводят уровень эстрогена в норму, как бы это ни казалось странным. Это объясняется тем, что структура фитогормонов, она отличается от структуры животных гормонов. И эстроген, находящийся в растениях, он благоприятно действует на гормональный фон и у мужчин, и у женщин. И если бы я, например, не экспериментировал над собой, то я бы не мог об этом, ну, скажем, говорить уже о том, что я проверил это на себе. Но так как я употребляю фитоэстрогены на регулярной основе и уже больше 7 лет и я регулярно занимаюсь спортом, ребята в инстаграме могут видеть, что я веду активный образ жизни, то все всевозможные контр-маркетинговые хода относительно того, что фитоэстрогены имеют такое же влияние на организм человека, как и проэстрогены и эстрогены, естественно, для меня это уже просто миш. Я понимаю, для чего создаются определенные контр-маркетинговые ходы, чтобы одни продукты продавались больше, другие продукты продавались меньше, на фоне страха, ну, и жадности. Как правило, это также две силы, которые на рынке манипулируют большинством, если у этих людей недостаточно информации. продукты, которые могут содержать в себе подобные гормоны, они, как правило, используются, точнее, не используются, они, как правило, животного происхождения. И почему мы знаем о том, что это продукты животного происхождения? Потому что в производстве используются гормоны роста для того, чтобы стимулировать увеличение массы тела животных, чтобы быстрее их продавать, точнее, чтобы больше можно было заработать на продаже этих животных. И мы знаем о том, что, например, удой повышается у коров, если им искусственно поддерживают уровень лактации, лактательного периода, то есть как будто они постоянно в пред состоянии беременности, то есть они как будто в ожидании ребеночка. Мы знаем, что у женщин повышается уровень эстрогена, что стимулирует выработку молока для того, чтобы лактательный период был эффективным, когда их деточки рождаются и хотят молочка. И вот коровам и другим породам, приносящим молоко, им искусственно повышают уровень гормонов для того, чтобы создать это состояние, чтобы удой был намного более, скажем так, обильным. и естественно продукты, которые могут содержать в себе эти гормоны, желательно их уменьшить или на какое-то время вообще исключить. Регулярные занятия спортом это фундамент, о котором говорить не нужно. И здесь хочу сделать акцент на том, что вам нет необходимости искать специальное место, вам нет необходимости специальную форму, вы можете в пижаме дома заниматься физической активностью, дыхательной практикой, статической, динамической нагрузкой, физической нагрузкой. И главное, чтобы это было на регулярной основе. Рекомендация это регулярные занятия, и этот спорт может быть абсолютно различным. Нет необходимости иметь абонемент в тренажерный зал, если вы не любите это делать, или нет у вас возможности, то тренироваться можно в домашних условиях, это может быть дыхательная практика, это может быть статическая нагрузка, это может быть вариант такой high intensive interval тренинг, то есть что-то подобное табате. На моем ютуб канале есть несколько тренировок по табате, это занимает минут 10-20, главное, чтобы помещение было обогащено кислородом, и у вас всегда была с собой чистая водичка, потому что не пить воду, это все-таки пережитки военной медицины и спортивной медицины прошлого. Сейчас все абсолютно спортсмены, занимающиеся спортом, они пропагандируют употребление жидкости, регулярной чистой жидкости во время занятий спортом, до занятий спортом и после. Если вы любите прогуливаться на свежем воздухе, пожалуйста, просто это должно быть на регулярной основе, это необходимо делать ежедневно, почему? Потому что все это вкладывается в биологические часы, в биологические механизмы, так называемые циркадные ритмы человека, формирующие его метаболизм, организм будет уже ожидать подобных действий от вас и он будет к этому готов. Ну и ментально намного проще привыкнуть к этому. Кстати, регулярные занятия физической активностью, которые вам нравятся, она стимулирует выработку эндорфинов и дофаминов. Есть еще такое понятие, как смехотерапия, великолепная технология, великолепная техника, которая позволяет обогатить и кислородом себя, если помещение, помещение наличия кислорода, и поднять уровень этих гормонов удовольствия, которые будут снижать приступы обжорства и будут работать с псевдодепрессивными состояниями. Вот, и следующий, последний, заключительный слайд, который был у меня, это слайд о продуктах, которые желательно вложить в основу рациона, это овощи, это зелень, это орехи, это фрукты, сухофрукты, ну, конечно же, в первую очередь, это овощи в различных формах, это могут быть соки, это могут быть салаты, это могут быть смузи, это могут быть запеченные овощи, и частично гликемический индекс, то есть уровень сахара в обработанных продуктах, овощах, например, запеченная в духовке морковь, она будет более высоким уровнем усвояемого сахара, но это намного лучше, поверьте, чем употреблять, например, просто какое-то пирожное, вот, и употребляя овощи, салаты, орехи, семечки, семена всевозможные перед едой, неважно, что вы любите кушать, они помогут контролировать грелин, то есть гормон голода, он существенно будет снижаться, второе, в процессе пищеварения подобное блюдо будет выводить токсины, что будет уже стимулировать трансформацию жира белого в бурый, также пищевые волокна, они будут выводить излишки гормонов, особенно эстроген и другие гормоны, которые циркулируют в кровеносном русле, и они должны выводиться в процессе пищеварения, связываться и выводиться, а не обратно всасываться, то есть, как правило, обратное всасывание происходит в толстом кишечнике, выработанных гормонов, просто по простой причине, что они не связываются и не выводятся из организма, потому что нечем связывать, нету вот этого абсорбирующего элемента, поэтому очень важно также учитывать этот аспект, ну и формирование периостатики и улучшение абсорбирования жидкостей микроэлементов, конечно же, такое блюдо также может обеспечить. Из суперфудов, точнее, не суперфудов, из сапплементов, когда мы говорим о сапплементах, то один из самых эффективных способов это на регулярной основе употреблять мультивитамины, потому что они будут приводить к нормализации метаболизма в целом, потому что дефицит, например, того же цинка, дефицит витамина С, витамина Д, они могут приводить к нарушению метаболизма белкового, жирового в целом. Из спец продуктов, которые на регулярной основе можно употреблять, это продукты, которые направлены на снижение уровня сахара и холестерина, они, как правило, на основе зеленого чая. То есть катехины зеленого чая, они великолепно формируют базу для нормализации жирового обмена. То есть есть продукты, они так и называются, например, холестерол контролл, или же холестерол хелс, или просто продукты, содержащие концентрат зеленого чая в капсулах. Я, например, использую комбинацию радиолы розовой и зеленого чая, использую концентрат зеленого чая. Это запускает жировой обмен, позволяет контролировать его, но не только жировой, в общем, метаболизм, но так как мы сейчас говорим о правилах сжигания жира, то зеленый чай один из ключевых элементов. Радиолог, как я уже сказал, один из ключевых моментов. И из специальных продуктов также это КЛК-500. Он еще называется CLA 500, или бывает иногда больше дозировка, ну, смотря на каком рынке вы будете делать заказ продуктов. Если переводить на русский и украинский, то это КЛК-500, а если это английская формулировка, то это CLA 500. И на регулярной основе употреблять подобные продукты поможет вам также нормализовать свой вес. То есть, например, зеленый чай, он будет стимулировать нормальное проникновение в мембраны клеток, а КЛК-500 будет стимулировать жировые клетки, отдавать липиды из жировых депо. И в комплексе это будет хорошо работать на долгосрочной перспективе. То есть, это те продукты, которые я использую на каждодневной основе. Зеленый чай и радиола это каждый день. КЛК-500 временами почему? Потому что это жирорастворимый, это линоленовые кислоты и они, ну, скажем так, накапливаются в нашем организме, действуют еще какое-то время, в течение нескольких недель. Есть много разных продуктов, содержащих в себе, например, такие спец комплексы как л-карнитин, предположим, но я знаю, что не всем подходит л-карнитин, как и кофеин, и те продукты, которые я назвал, например, катехин из зеленого чая, противопоказаний у них нету, и, например, КЛК-500 тоже противопоказаний нету, а вот с кофеином и с л-карнитином там не каждому человеку они подходят, они будут вызывать повышенное сердцебиение, такое чувство паники, например, на меня л-карнитин действует именно таким образом, я его не употребляю, даже в напитках, если содержится л-карнитин, я помню, я пробовал, у меня это вызывает такое вот состояние спазма дыхательных мышц, то есть это такой элемент души, ну, такое легкое состояние некомфорта, поэтому я понимаю, что это индивидуально, но я знаю, что вот есть подобное противопоказание для л-карнитина и кофеина, поэтому вот продукт это катехин из зеленого чая с радиолой и КЛК-500 это то, что можно использовать на каждодневной основе из таких сапплиментов. спасибо огромное, что послушали мой монолог, давайте перейдем к вашим вопросам, дорогие друзья. А, сразу хочу ответить один из таких повторяющихся вопросов, который мне задавали в инстаграме, вообще регулярно спрашивают, это от каких продуктов стоит отказываться? Я рекомендую вообще не отказываться от таких продуктов, почему? Потому что отказ это всегда контрфорц с нашим гормональным фоном, понимаете, о чем я говорю, то есть, например, считать калории, либо ругать себя за пирожное, либо за съеденную какую-то котлетку, или там картошку при в Макдональдсе, или еще что-то, или там плитку шоколада, это всегда приводит к повышенному уровню кортизола. Насколько бы у вас не поднялся высоко эндорфин и дофамин во время поедания этого всего, потом у вас происходит вторая фаза, это чувство недовольства, вы начинаете себя, ну, люди начинают себя корить, начинают себя обвинять, и это приводит к более длительному процессу, застойному процессу формирование гормонов стресса, как и золото уже, например, состояние такого депрессивного, и поэтому моя рекомендация не убирать какие-либо продукты, а добавлять. Например, одно из простых правил, простейших, если вы сможете это сделать, то это будет очень хорошим шагом, это перед каждым приемом пищи, перед каждым приемом пищи употреблять салат, салат, который будет состоять из овощей, может состоять из фруктов, обязательно должен состоять из орешков, семечек, семян, то есть это лен, кунжут, семечки подсолнуха, это могут быть семечки тыквы, это может быть лен, кунжут, это может быть какие-то орешки, сырые желательно, естественно, это может быть авокадо, оливки, то есть по вкусу можно сформировать себе абсолютно любой салат. Кто не очень любит салаты, можно это все в блендер кинуть, перемешать и выпить. Это одно из правил, которые я рекомендую. Сначала употребляется салат, но понятное дело, что мы кем водичку перед едой, саканчик, потом мы употребляем вот такого рода блюда салатного и потом основной прием пищи, что бы вы не захотели. Вот такой мой фокус на том, чтобы не ограничивать себя в чем-то, не считать калории, сколько было съедено, а именно фокус на том, чтобы употреблять больше клетчатки, зелени, салатов, овощей. Дорогие друзья, можете включать камеры, включать или микрофоны просто и задавать свои вопросики. По презентации, которая была, по слайдикам, у нас еще есть немножко времени. Все молчат, я буду говорить привет, Юр. да, привет. Салют, спасибо тебе за информацию, как всегда, четко, необычно и понятно. У меня вопрос, смотри, ты говорил, от мелатонина, когда, то есть, набирается масса, да, от него, ну, может быть, связано, что будет теряться от него, ну, то есть, когда есть недостаток его, или нет? если недостаток мелатонина, будет ли теряться масса? Ну, мы знаем о том, что, когда человек находится в стрессовом состоянии, ну, это, да, это когда повышенный стрессов, то, как правило, то, как правило, это такого трамплинообразное будет движение, то есть, потому, потому, что подобные хронические стрессовые состояния, они будут стимулировать организм к запасам, запасу, и, как правило, хронический стресс, он приводит человека в такое состояние, ну, это может быть перепады агрессии, депрессии, и тогда точно человек склонен употреблять продукты, содержащие в себе большее количество свободных сахаров, и усилителей вкуса, то есть, такой человек, как правило, заедает стресс, и заедание стресса именно такими продуктами, то есть, которые либо одновременно соленые и сладкие, либо только сладкие, либо только соленые, но, как правило, это из сладкого в соленое, либо с соленого в сладкое, потому что постоянно хочется держать уровень вот такой впечатлений полости рта. Естественно, таким образом не ведет никто никаких подсчетов, сколько было чего съедено, и съедая большое количество солей, например, это также может приводить к накоплению жидкостей. Окей, спасибо. Да. Присоединяйтесь. Расскажите, у кого что сработало, кто что начал пробовать для себя, и у кого что сработало. Кто уже пробовал что-то применить? Да. прием. Ну, хорошо. Я понимаю, что презентация прошла успешно, если будут возникать какие-то вопросики, то можно их будет писать потом в комментариях под видео, которое мы выложим. Видео сохранено, и можно будет повторно с ним ознакомиться, ну, и написать свои вопросы или пожелания. Юрочка, большое спасибо. все очень понятно. Пожалуйста, мамуля, это моя мамулечка. Спасибо, мамулечка. Кстати, можешь поделиться сама в двух словах, что у тебя сработало? У нас работала дыхательная практика. Я очень довольна, всегда их применяю на каждодневной основе. и также пью зеленый чай, и мы много салатов употребляем, кушаем. А чечевичные котлетки? Да, до котлеток не доходит, но чечевичку варим очень часто. Замечательно. Так что все твои советы выполняем. Спасибо большое. Мамулечка моя уже регулярно в течение нескольких лет применяет эти простые правила и работает над своим метаболизмом. Мамулечке уже больше семидесяти и она молодец. Мамуля так держать. Спасибо. Спасибо. Ну, класс. Ребятки, очень рад был провести с вами это времечко, поделиться своими мыслями на тему правил сжигания жира. Будьте здоровы. Всем желаю крепчать здоровье и делиться ненавязчиво делиться ненавязчиво условиями знаниями с окружающими, потому что очень часто очень много мифов связанных вообще с похудением и коррекцией веса и фокус людей направлен не на те вещи, которые действительно очень важно учитывать. Большинство просто считает калории, садится на диеты и на благосрочной перспективе конечно же не добиваются желаемого результата, а потом снова возвращаются или становятся даже еще хуже. Ну спасибо Юра тебе большое и да я думаю что сегодня прекрасная информация думаю что будут вопросы потом еще у людей со временем так что хорошо тогда хорошего дня в Нью-Мексико и всем хорошего вечера в других местах не столь отдаленных вот хорошо спасибо Юра тогда до новых встреч все спасибо всем пока пока да пока пока спасибо огромное пока будьте здоровы спасибо большое